всем привет здравствуйте дорогие мои коллеги и любители войлока сегодня выходит новый мастер класс по изготовлению вот такого вот такой вот сумочки сумка корзинка вот она сумка корзинка но она изготовлена из свалена тут я использовала шесть это войлочные сумочка но я сваляла и и на основе платка шерстяного платка платок 80 процентов шерсти и 20 вискоза это вот прям такой красивый большой платок так как я ее сваляла вместе с войлком и он у меня такую фактуру красивую хорошую получила получилось но разговор не скорее всего даже не о том как я его с платком валяла или какой материал я использовала а разговор о том что есть такие платки японские сумочки которые которые вот так вот в узелочку так вот собираются вот так в узелочек четыре конца я вот на основе вот этой вот этих платочков и тут подсоединяется вот так вот тут я взяла маленький платочек а у меня вот большой но девочки дорогие магии я конечно в узелок здесь не собирала потому что у меня толстые с войлоком это получилось очень толсто и вот смотрите вот на основе вот этой сумочки вот такой вот сумочки из платка я сваляла вот такую сумку я взяла платок и в четырех углах просто я перевязала нитками потому что получился прям вот я когда в узелок его вот в этой части узелок когда завязала тут что-то такое огромное получилось ну не эстетично получилось некрасиво толсто и основной прям площадь сумки он у меня начинал забрал поэтому я платок что я сделала я собрала вот так уже сваленное полотно платок когда я сваляла вместе с шерстью и вот в этих местах я нитками завязала вот прям вот в этих местах завела завязала нитками в четырех местах завязала ниточками вот так и соединила вот эти места я соединила вот четырех угольник здесь завязала здесь завязала и здесь соединила немножко конечно я здесь использовала ниточки но внутрь я положила шерсть она у меня свалялась Сперва я, конечно, ниточки использовала. Здесь я зашила, чтобы никаких вот таких вот уплотнений не было. И смотрите, какая она красивая. Дорогие мои, если вам понравилась эта сумочка, она прям как корзиночка. Я с нею сходила в магазин. Вот смотрите, я сейчас с магазина пришла. И многие просто оглядывались, даже некоторые спрашивали. Из чего вы сумку сделали? Вы сами ее сделали? Да, видите, она прям привлекает внимание. И еще я в него положила груз, но у меня руки не устали. Потому что вот эта часть мягкая. Мягкая. И она, в принципе, для рук очень приятная. Давайте приступим к мастер-классу. Платок у меня размером метр двадцать пять на метр двадцать пять. Я вахрому срезала и полностью раскладку сделала. Всмочила мыльной воде. Вот уже шлифую машинкой. Это левую сторону. Вот где у меня шерсть. Я хорошенько-хорошенько ищу через сеточку. Потом переворачиваю. И уже по платку тоже шлифую. Надо обязательно, чтобы она прошлифовалась. Чтобы шерсть свалялась вместе с платком. А платок с шерстью. Вот смотрите, очень аккуратненько-аккуратненько по столу. У меня стол вот такой вот ребристый. И я по нему еще вот так вот шлифую. Каждый уголочек, серединку. Все-все. Так, аккуратненько-аккуратненько. Воду все выжимаю. Потому что при увалке вода начинает много становится. И надо ее обязательно отжать. Потихонечку-потихонечку я все равно стараюсь, чтобы аккуратно привалялась. Ручную делаю. Потом катаю вот в этих трубах. Переворачиваю со всех сторон. В общем, переворачиваю. И вот смотрите, в данном моменте я углы округлила карандашом. Нарисовала. Это нужно для того, чтобы сборку сделать. Вот в том моменте, где нельзя делать узелок, он такой некрасивый получается. Поэтому я нашла выход. Я беру и присбариваю гармошком. Гармошком прям вот иголкой вперед. И начинаю делать сборку. Беру цветом белую нитку. Можете коричневую. Ну, какая вам будет удобно. Потолще, поплотнее нитка должна быть. Вот смотрите, я ее вот так собираю. Вот она собралась. Видите, вот один угол у меня собрался. И так я по всем четырем углам пройдусь. Вот я собрала. Здесь я ручки уже тоже друг к другу пришила. Смотрите, какая уже хорошенькая сумочка получилась. Красивенькая такая. И увалка у нее хорошая получилась. Но я все равно с внутренней стороны, с наружней стороны, между ладошками сумку очень хорошо валяю. Протираю. Моя задача, чтобы внутри войлок хорошо привалялся. И чтобы платок привалялся к шерсти. Но уже фактура сама, вот платок так сбаривается, прямо хорошенькая такая становится. Необычная такая вот уже. Есть какие-то эти моменты, прям, которые нравятся очень. Войлок сжимается и платок сжимается. И вот с внутренней стороны я переворачиваю и уже более погрубее об стол я протираю. Мне не понравилось, что ручки вот так вот валяются. Я потом их высушу, через сушку проведу и внутрь положу шерсти побольше и сошью. Более аккуратно получилось. Вот сейчас я в процессе вот этой увалки я в горячую воду, из горячей воды вынимаю, опять мылю, опять протираю. Опять вот переворачиваю, то с одной стороны, то с другой стороны. И все время нужно в воду горячую. Обязательно надо будет прям мочить, ложить, замачивать. И в какой-то момент я в стиральную машину положу, в сушку сделаю, отжим. Потом опять в горячую воду с уксусом и опять ее валяю. Вот шерсти ушло 100 грамм, всего лишь 100 грамм. Мне хотелось, чтобы она была такая прям жесткая, но нет. Вот я вот из воды вынула, вот в этот момент. И она у меня сейчас горяченькая. Видите? И я начинаю ее мылить. Вот в этом моменте я уже ручки пришила, зашила. Они у меня более круглые. Я так колбаской прям закрутила и внутрь вместе с шерстью закрутила. И зашила. У меня нитка прям хорошо прикалялась. В принципе, ее в ручке даже не видно. И вот сама вот сумка стала красивой очень. В основном надо нагрузку делать вот где ручки, где вход в сумку. Вот она такая вот работа. Ручку я пожестче делаю, ручки, потому что там у меня не сваленный этот войлок. Мне нужно, чтобы ручка прям хорошо свалялась. Ну и вот дно сумки, боковые части, вход сумки. Это все-все-все. Между ладошками протираешь, протираешь и об стол стучишь. Самое главное, вот знаете, давайте отдохнуть немножко в горячую воду и на минут 20. Потом вынимаете и опять валяете. Видите, как хорошо платок очень хорошо свалялся. Сейчас я в стиральную машину положила, прокрутила, он у меня полусухой вышел. И я внутрь положила, полотенчики свернула и форму придаю. Придаю форму сумочке. Видите, вот войлок наружу вышел. Но я думала, может быть, его газом прожечь. Потом подумала, зачем мне надо, пусть вот такой будет. Вот, может быть, когда-нибудь я эту сумку еще какой-нибудь такой бежевый цвет покрашу. Пока мне вот этот цвет, такой молочный цвет, мне нравится в этой сумке. Сейчас вот я форму придаю, боковые части, вот сумочку, все делаю. Вот, смотрите, она какая. Я теперь ее на ночь повешу. Это сушится на улице, вот это уже под утро. И я ее уже начала оформлять бусинками. Заодно я вот вход в сумку немножко подтянула. Вот. Полностью, полностью, вот белыми бусинками оформила. Сумка очень оригинальная, очень хорошая. Мне понравилась сумка. Очень понравилась сумка. Я, наверное, повторю ее. У меня такого платка нет. Это у меня был платок, подаренный тетей моей. И он у меня долго лежал, лежал. И я вот смотрю на этикетку, а там 80% шерсти. И я решила ее провалять и сделать сумочку. Дорогие мои, это очень красивая модель. Просто для начинающих это просто находка. Когда только начинаешь работать войлоком, так хочется, чтобы у тебя все получилось. И вы представляете, если вы первый раз взяли шерсть в руки и на такой платок приваляли шерсть, и у вас получилось. И это такая радость. Вы прям начинаете радоваться своему успеху. Еще все, если будут спрашивать, кто это сделал, это же вообще очень даже хорошо. Мне понравилось. Я решила повторить еще раз, сделать такую сумочку. Дорогие мои, подписывайтесь на меня, лайкайте, пишите комментарии. И я думаю, что еще много-много сумок мы вместе сваляем. Будьте здоровы. И до следующих мастер-классов.